всем привет сегодня мы будем делать наш базовый мониторинг будет несколько видео посвященных тому как мы установим все необходимое на наш сервер затем наверное следующее видео мы уже там настроен добавим конфигурации и еще у нас будет дашборд графами то есть нарисуем красивые графики сделаем алерты сбоев нашего сервера в telegram вот ну в принципе будет какой-то такой набор такой базовый самый базовый набор настроек в конфигурации в общем инфраструктуры для мониторинга и часть по установке всех вот этих необходимых нам на серверов там promisius prometheus alert manager advisor и графана нод экспортер все это обо всем об этом я расскажу сегодня и сегодня все это мы установим я уже заранее подготовил скрипты для установки и буду просто рассказывать поскольку они достаточно объемные чтобы не тратить время на там показать где найти что написать и печатать чтобы на это время все не тратить я просто покажу запущу и все это дело расскажу итак давайте поехали смотрим значит что я сделал какие у меня есть скрипты для установки так мы заходим в нашу папку shared folder которая у нас базируется расшарена на нашей рабочей машине то есть я работаю в виртуальной машине и у меня расшаренная папочка в рабочий если вы не слышали и не понимаете о чем речь то посмотрите мои предыдущие видео и вообще можете принципе ознакомиться с таким курсом где мы подготовим нашу девопс песочницу сделаем небольшой такой девопс проект на основе на базе фреймворка для тестирования автоматизации тестирования и так директория shared folder директория мониторинг и у меня здесь директории alert manager кадвайсер графа на нод экспортер и promissius что здесь значит нас находится в каждой из этих директорий принципе похожий набор файлов в одном мы устанавливаем из там репозитория и затем будем создавать сервис для того чтобы наш промиссию сработал как как бы установленная утилита то есть то как чтобы мы могли контролировать ее работу используя systemd то есть систем тетель у вас есть несколько вариантов как установить данные сервера данные приложения себе на сервисы себе на виртуальную машину один из них это сделать все вручную но в данном случае я не буду делать вручную я помещу это все и поместил уже все это в ваш скрипт и для того чтобы я ненароком не допустил ошибку то есть все у нас четко расписано мы нажимаем только запускаем наш скрипт он нам все устанавливает готово то есть человеческий фактор ошибки здесь будет минимизирован второй вариант это использовать эндси был про эндси был вы можете посмотреть на многих других площадках я не стану на этом заострять внимание останавливаться поскольку есть отличный канал и деви айти вот там денис астахов супер титулованный девопс инженеры из канады он отлично на простом понятном языке рассказывает и про эндси было про докер и так далее и тому подобное единственное на моих видео мы это сделаем сразу в какой-то небольшой удобный проект для портфолио так второй вариант эндси был и третий вариант это запускать в докер контейнере ну есть еще варианты если бы у вас был бы кубернетис там схем чарта не схем чарта в общем это не суть важная так мы сейчас делаем вспоминая мои мой пролог и мои первые видео я говорю о том что мы делаем такой mvp project то есть такой минимально готовый продукт демку который мы могли показать бы заказчику что вот какой какой сервис какие девопс какая девопс инфраструктура может быть применена к нашим авто тестом на пайками они уже у нас написаны в базовом варианте то есть естественно вы можете и должны улучшить что-то и прокачать сделать что-то лучше то есть у нас есть уже сети настроен у нас настроен в контейнере у нас есть и и селением grid allure нас репорты они алертится в telegram и так далее и тому подобное все это есть теперь мы наложим на все это мониторинг чтобы контролировать правильную работу нашего данном случае такого небольшого сервера ну и небольшая как раз в этом плане практика и так что у нас какой на содержимое нашего наших файлов пример первую очередь это install про месяц я предлагаю открыть чтобы было поудобнее наглядно на своей рабочей машине который у меня на windows и что мы здесь видим то есть это первым бин паш понятно дальше используется те чтобы каждый раз если случай ошибки у нас прекратился и прервался бы скрипт значит что здесь происходит мы скачиваем наш архив с прометеусом потом этот архив мы распаковываем переходим в директорию распакованную на директорию ты тут распакованную затем копируем promisius promtools в директории user local bin затем создаем в етси директорию promisius и варли promisius директории копируем конфигурационный promisius файл с которым мы будем работать чуть дальше чуть позже в еде си promisius то есть там будут как раз конфигурационный файл хранится потом создается пользователь с мы не создаем ему домашнюю директорию как вот у нас есть home admin например моем случае а просто оставляем домашней директории просто вот эту корневую самую основную шелом мы как бы юзер promisius не может использовать никакие shell команды ему это не надо вот это как к безопасности плюс ну и владельцем файла варли promisius мы указываем пользователя promisius вот это один файл и сервис мы создаем таким образом то есть мы создаем файл сервис edc promis systemd system promisius сервис и такой конструкции мы добавляем содержимое этого файла и затем уже перезагружаем сам systemd стартуем наш сервис promisius сделаем его enable чтобы он включался запускался каждый раз когда у нас . включается включается перезагружается но и смотрим статус он сразу выводит мы увидим что все готовы или не готова я настоятельно рекомендую ну как сказать не факт что допустим в работе вы будете сталкиваться конкретно с написанием сервиса но понимание что это такое зачем они нужны и как на каком на основе чего они пишутся это было бы полезно поэтому я рекомендую вам изучить что означает все вот эти вот пункты вся эта информация каждый из этих аргументов параметров это знать важно нужно как минимум для общего развития это как минимум а как максимум вы сможете использовать и создавать какие-то свои собственные сервисы для разных задач но на этом я не буду останавливаться сейчас потому что информации google действительно много мы занимаемся с вами практической частью и еще момент я не буду выкладывать в репозиторий либо куда-то в комментарии в описании к видео эти все скрипты вот вы видите на экране вы можете остановить и вручную все записать я считаю что если вы никогда с этим не сталкивались и руками заполните распишите файл это останется у вас чуть-чуть может быть памяти побольше когда вы будете делать идет конфигурации прописать руками если вы уже вообще как в этом разбираетесь то проблем в том чтобы найти в гугле вот эту информацию как создать сервис для прометеуса вас вообще проблем не возникнет вот как-то много вводной информации но я думаю что это надеюсь надеюсь что она будет достаточно важна информация которая нам понадобится это будет наш репозиторий не наш это репозиторий прометеуса мы смотрим нам необходимый образ точнее архив но я взял этот архив то есть md64 просто мы скопировали адрес и вставили здесь то есть я здесь вставляю адрес добавляю вот эти вот параметры меняю и все то есть если вы хотите выбрать другую версию вы можете это легко заменить то есть откуда вот это берется это вот ссылка это эти названия они вот из прометеуса репозиторий прометеуса и давайте теперь запустим запустим и посмотрим итак у нас что у нас через суда потому что у нас много там системных команд происходит но таких в которых у нас скорее произойдет permission deny вероятнее всего до башкин стал промиссис . с печь вводим пароль у нас начинается скачивая скачивается этот архив что занимает не особо долго не особо много времени так отлично скачали и теперь давайте запустим создание сервиса таким же образом все как видите все у нас запустилась то есть вот эта выдача это как раз таки систем сети статус и наше название нашего сервиса то есть я могу таким же образом повторить чтобы проверить и вот у нас открывать у нас по дефолту порт то есть промиссис это у нас сервис серверный у нас он по дефолту открыт на то есть порт у него 90 90 и давайте проверим появится ли он у нас помним что значит смотрим если вы не помните какой у вас айпишник посмотрим убедимся что вот у меня интерфейс np0s3 и айпишник у него 92 168 171 вот мы открываем у нас открылся наш промиссис как вы видите веб-интерфейс его пока здесь ничего нету ничего особо не настроена но об этом чуть чуть позже все расскажу пока на это внимание обращаем главное что мы добились такого результата значит у нас про питается за работу здесь я думаю нам это уже ссылка не нужна и мы следом переходим к нод экспортеру экспортеры прометеусе кратко конечно скажу прометеус по сути своей это сервер который забирает метрики с экспортеров и нам их демонстрирует либо там переводит графа ну например переносит использовать там в alert менеджере а экспортер это по сути мини-сервер мини-программа которая ну сервер по сути потому что он будет тоже открыт на определенном определенный порт у него будет который эти метрики собирает и отдает прометеус нод экспортер это самый базовый экспортер он служит для того чтобы собирать метрики с вашей тачки с вашей виртуальной машины с вашего сервера самые основные в общем такая незамысловатая вещь о абсолютно таким же способом мы копируем здесь ссылочку только открываем уже нод экспортер вот у нас здесь значит скопированная ссылка также мы добавляем это раскрываем разбиваем распаковываем наш архив создаем переходим в директорию копируем ее в юзер local bin создаем юзера юзера мы создаем в данном случае для того чтобы этим юзером можно было управлять данным экспортом то есть у нас здесь юзер как видите сервис юзер нод экспортер то есть этот юзер управляет нашим сервисом здесь также здесь немножко измененный по-другому выглядит сама конфигурация нашего сервера все можете здесь понаблюдать также мы автоматически записываем это файл пути и tc systemd system node exporter сервис теперь перейдем директории node exporter и сделаем судовашин судовашин стал node exporter ждем какое-то время все скачалось быстро он в принципе такой легкий и дальше нам нужно создать сервер сервис все сервис поднялся как мы можем видеть то есть если мы node exporter по дефолту у нас располагается по моему на порту 99100 давайте проверим сделаем просто запрос курлу localhost и надо слышь метрикс то есть настройки node exporter настроен по дефолту таким образом что вот путь у него именно заканчивается то есть метрики идут когда мы указываем метрикс нашем урле и смотрим до метрики побежали как видите их большое количество разнообразных это вот все про наш как раз таки про нашу тачку но добавим все инкрустируем промиссис мы чуть-чуть это позже окей если вы после того как делаете курл localhost 91 2 0 метрикс выполняете и у вас большое количество метрик поползло значит вы сделали все верно что нам еще необходимо нам необходим алерт менеджер алерт менеджер нам позволяет тоже сервер который нам позволяет создавать правила для алертов использовать правило для алертов то есть при с каком-то событие например у нас load average то есть средняя загрузка поднялась там выше определенного значения и ввиду этого нам попадает приходит алерт что типа load average is high low там с высокой сильной загрузкой это как пример естественно у нас как бы вариантов может быть большое количество но для того чтобы с этим всем работать у нас есть алерт менеджер и его мы также то есть пока установки все идентичны мы также скачиваем образ берем создаем сервис ему то есть здесь вот мы и алерт менеджер устанавливаем и то же самое касается сервиса и теперь давайте это все выполним так установка завершена и теперь создаем сервис и сервис тоже запущен сервис запущен так мы сейчас посмотрим где у нас он лежит 93 так с alert менеджером тоже разобрались то есть мы получаем если у нас здесь если мы получаем следующее сообщение то есть нас есть какой-то там текст то значит нас все устраивает все окей то есть у нас нет ошибки что-то неизвестное там непонятно что то есть например я поставлю какой-нибудь такой у нас будет конечно refuse то есть у нас есть какой-то connect с дальнейшим настройками чтобы все это работало как нужно мы поработаем дальше но сам факт что окей сервис работает все у нас хорошо затем нам нужен к двой сервисер это экспортер как нод экспорта нод экспортер собирать метрики с нашей виртуальной машины но вообще с нашим серверах аста где он находится к двойсер он забирает метрики с наших поднятых контейнеров вот и нам нужно же контролировать что у нас там происходит селениумом солюром контейнер вдруг он упал чтобы мы могли реагировать на эти инциденты соответственно что здесь у нас происходит для установки у нас значит устанавливаться к двойсер то есть если вы опять посмотрите захотите какой-то выбрать релиз в общем вот это вот репозитория от гугла портер можно писать самостоятельно на разных языках я лично пишу есть на практике написание экспортеров ручных на я пишу на языке python здесь мы что делаем мы скачиваем к двойсер потом мы копируем это вот наш файл который там будет в юзер local bin и даем ему разрешение добавляем ему экзекью чтобы его можно было выполнять а сервис мы делаем тут совсем такой простенький я здесь выбрал юзера рута поскольку ну настраивать создавать там пользователя мне там есть смысл такой что к двойсеру нужно обращаться ему нужно чтобы был доступ к директориям где у нас есть докер вот даже и мой пользователь не имеет прав никак бы я не выставлял себе то есть через рута мы видим что нам нужно чтобы вот к этим всем директориям к двойсер мог обратиться особенно контейнером потому что там наши контейнеры лежат но он этого сделать не может но ему потому что все здесь рутовая над там где мы давать не группа разные так как на короче для того чтобы облегчить историю мы же хотим продемонстрировать просто работу с самой как бы системы мониторинг поэтому я решил поставить рута но вам рекомендую разобраться углубиться чтобы узнать как правильно можно настроить права распределить группы определенные и так далее и тому подобное и в таком случае скорее всего все будет хорошо ну как бы можно было сделать конечно когда я устанавливал делал докер таким образом чтобы это все принадлежало докеру пользователю докера и в группе докера ну так в общем я думаю что вы с этим разберетесь как бы не буду отходить далеко от нашей задачи здесь мы переходим к двойсер устанавливаем его по дефолту к двойсер будет слушать на порт на порт 8080 и создаем сервис все сервис на запущен кто даже написано что старт к двойсер экспорт я называю к двойсер потому что ну очевидно это как-то связано с и скорее обозначать контейнер и адвайсер то есть к двойсер если вдруг кому-то это режет слух ну вы можете написать в комментарии как же это правильно если сейчас я пропишу данный адрес то скорее всего он не заработает это происходит потому у меня происходит потому что у меня на тачке мне нужно изменить настройки фаервола и прям вот зафиксировать перманентно этот порт 8080 то же самое будет с графами сейчас я сделаю это вручную но в графа не у меня эти настройки они зафиксированы в паре поэтому как бы проблем не будет с этим как видите видите у меня сайт без сайт can be rich и так как у нас там а значит fire firewall команд потом мы делаем перманентным его потом мы делаем порт нас нужен порт 8085 и надо под супер юзер success потом затем мы делаем релот и потом посмотрим а лист пол и видим что у нас есть порт и 880 и теперь сделаем то же самое вот у нас открывается контейнеры смотрим есть ли у нас тут контейнеры видим да наши контейнеры allure и selenium можно по каждому из них пройтись посмотреть что они делают как ведь у нас тут вот есть разные команды выполняются какие-то процессы точнее происходят загрузка процессора какая идет и даже в сети ошибки файловая система в общем все что нам нужно у нас здесь присутствует и по selenium и по алюру с алюром такая же история все идет метрики и все дела все супер и осталось нам использовать добавить графа ну для того чтобы была у нас красота графа но можно установить без сервисов там автоматически выбираем эдишен я выбираю ос и данную инструкцию но для того чтобы все опять-таки автоматизировать но как видите я добавил графа мне вот этот firewall чтобы на 3000 порт нам сделать перманентный файр воли и добавить сразу его в добавить ему сразу она был проверить его статус то что он систем где у нас существует ну а install когда инструкция которая вам показывал на сайте графа на большой как пакет разных утилит да я забыл поставить флаг y для того чтобы меня не с не ждала моего ответа система и так все установилось так порт добавился и тоже нас все добавилось все работает и давайте посмотрим проверим это у нас уже в интерфейсе отлично нас открылась красивая графа на по моему пароль по дефолт у нас админ админ его можно поменять а можно не менять вот я не буду пока менять вот у нас открылась графа на но как с ней дальше работать я чуть позже расскажу если например вы не в курсе и того мы имеем у нас установлен prometheus установлена графа на alert-менеджер нод экспортеры седвайсер к двайсер как вам угодно принципе у нас все готово для того чтобы дальше наводить красоту мониторинге такую базовую и так пока приведите свои мысли в порядок выпить и чай кофе и обязательно возвращайтесь